В честь празднования Дня России в стране стартовал онлайн-марафон в поддержку военнослужащих СВО на исполнение песни «Да здравствует Россия». Сейчас проект набирает всю большую популярность. К нему уже присоединились знаменитые артисты и коллективы. Группа «Фабрика» Родион Газманов, Сергей Войтенко, Александра Круглова, а также участница проекта «Голос» на Первом канале Лилия Замулина. «Я буду каждый миг беречь Россию во имя тех, кому она нужна. Когда мы вместе сила, моя душа поет. Да здравствует Россия, да здравствует народ». Участниками марафона может стать абсолютно любые самодеятельные и профессиональные музыкальные коллективы – исполнители как из России, так и соотечественники из стран дальнего и ближнего зарубежья, без ограничения по возрасту. По словам Сергея Войтенко, суть проекта заключается в том, чтобы люди, живущие в нашей стране, просто записали эту песню по-своему и прислали видео. Во-первых, мы хотим, чтобы вся страна поучаствовала. Все 89 регионов, все 145 миллионов человек. Но из них будет только выбрано самых ярких 10 исполнителей. Это могут быть коллективы, это могут быть солисты. И еще раз повторю, это может быть акапельное пение, это может быть аккомпанемент под свой собственный инструмент, либо сделать аранжировку и спеть. Подать заявку можно на официальном сайте восс.дефисмарафон.рф, либо отправить видео и свои данные на официальную почту онлайн-марафона. Торжественное объявление победителей состоится 25 июня текущего года. В тот же день на странице марафона ВКонтакте будут транслироваться видео лучших исполнений. Отметим, что все участники получат именной сертификат, а 10 лучших будут приглашены для участия в концертных и телевизионных мероприятиях в рамках Всероссийской акции «Великого Отечества Сыны», а также на обзорную экскурсию в музейно-храмовый комплекс Вооруженных сил Российской Федерации.